Потом я буду по-другому к сюжету перейти Давайте я закручу В каком-то смысле каково эльфиме того, о чем я говорил Эльфиме в том, что если мы хотим написать теории, которые вариантны относительно локальных преобразований то все производные надо заменить на ковриантные Замена производной на ковриантные входит в действие за эти новые калибровочные поля Для которых тоже надо считать лагеринджан И вот так уже и будет выглядеть теория Плюс проблемы с фиксацией калибровки, про которые я сейчас чуть-чуть поговорю Давайте я напишу У нас поля, допустим, спинной То есть мы исходный лагеринджан свободно Написали бы как? Одна, вторая Ну пусть поле заряженное будет Тогда здесь мы бы написали д-фи Вот здесь я пишу крест Д-фи Ковриант производной надо заменить на ковриант Вот будет лагеринджан, который локальный виновен Для спина равна 1-2 Лагеринджан будет соответственно так Здесь стоит гамма-мю И вот эту производную надо заменить на ковриантную производную И тогда лагеринджан будет калибровочным вариантом Ну значит д-ню Вторая д-ню Это есть д-ню Как я писал, минус, по-моему, да? В-ню Да, и наконец нужно написать лагеринджан Для, собственно, самого калибровочного поля И я его писал, значит, вот в виде таком Давайте гниелью его случая Я пишу здесь одну-вторую И я имею в виду, что Д-ню Минус g-ню g-ню Вот у нас есть три как бы части лагеринджан И каждая из этих трех частей Для поля спины ноль Для поля спины одна вторая Для собственного калибровочного поля Калибровочный вариант Значит, g-ню Это есть d-ню v-ню плюс d-ню v-ню и плюс коммутата v-ню v-ню Что я тут еще хотела ввести Значит, ну, Ну, любое g и v Это разлагается, соответственно, по матрицам, да? v-ню равняется v-ню a на t-a Ну, то же самое g-ню равняется g-ню a на t-a Ну, часто будет константа связи Взаимодействие Вот, когда вот этот член линейный Это нелинейный Перед нелинейной частью Часто будет константа связи Ну, ясно, что всегда можно изменить Какую нормировку немножко болеть Так, чтобы констанция это менялась Ну, вот Такие общеприятные обозначения Сейчас я их напишу Водит g-ню a равняется i-g-f-ню a Тогда, значит, соответственно, поле v-ню a Это и есть Наоборот g-a-a И вот Здесь Введена Немного что-то другая Номеровка Константа связи Она, соответственно, вошла и сюда И в этих новых переменах У нас все будет как писаться Значит, у меня будет тогда 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 Ф-ню Ф-ню На Ф-ню А В новых переменах Это есть d-ню а-ню 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 g f-ню g-f-a-b-c 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 То есть, периантные производные тогда dν есть dν, и здесь g, амин. Ну, здесь там амин, а здесь там амин. А здесь там амин. Вот это единичное намерение стоит. Ну, вот в таких терминах обычно работают. В такой нормировке болезнь, значит, физический член, она имеет обычную нормировку, а все нелинейности, которые возникают, они идут с константой связи. Ну, в частности, вот, если мы посмотрим на это, например, тот кусок, который пойдет в калибровочное поле, пойдет с константой связи. И эта констант, а именно будет константой взаимодействия этих болезнь, то, что входит в лагериндан взаимодействие. Взаимодействие у нас будет возникать вот здесь вообще из-за вариантов производных, а здесь самодействие болей будет возникать из-за нелинейности в самом ЖМИ но это чуть-чуть другие обозначения и, собственно, тело Гринжаны, которыми мы будем работать с СУ3 группой в квартовой хромодинамике или СУ2 они все равно будут записываться вот так то есть вы будете говорить, что все это перекладки или все это лептоны а формула Гринжана будет такая, потому что она совершенно полностью определяется требованием калибровочной инвариантности, Лоренцин-вариантности, ну, правильно, спины и так далее вот немножко я хотел сказать про неабелевую теорию которая, вот здесь видно, что в абелевой теории константа f равна нулю, поэтому нелинейности нет и поэтому неабелевая теория в этом смысле самодействия никакого не содержит то есть, в котором с блеоном будут взаимодействовать, а потом с потомом не будет это связано с абелевостью или не али иногда еще говорят, что у фотонного поля нет заряда а у глеонного поля есть заряд скажем, у кварка есть цветной заряд и у глеонного поля есть цветной заряд вот, из-за того, что он заряжен, они друг с другом могут взаимодействовать а вот у фотона у него нет заряда, два фотона друг с другом взаимодействовать не могут непосредственно Интересно, кстати, термин лагеря и яберя, что здесь нет? Понимаю, что... Значит, вот смотрите, когда мы рассматриваем преобразования калибровочные или вообще групповые, в данном случае все мои преобразования, о которых я говорил, это были преобразования, умножения, вот этот фазовый фактор. Либо фазовый фактор был просто числовой фактор, либо маточный. И мы говорили о преобразовании. Значит, если мы повторяем два преобразования в разных последовательностях, то есть коммутируемые в эти преобразования, то может быть совпадать, либо не совпадать. Значит, преобразования, которые коммутируют, называются абелевыми преобразованиями, которые не коммутируют, называются неабелевыми. Ну вот, значит, если мы смотрим группу О1, то преобразование абелевое, потому что на фазовый фактор можно умножать любую последовательность. А если мы говорим о матричных преобразованиях, тогда матрицы не коммутируют, вот мы писали нетривиальный коммутатор, они не коммутируют, такие преобразования называются неабелевыми. но поскольку не абелев при образовании стоит коммутатор в обычном случае коммутатор равен 0 на этом языке вот эта константа равна 0 это абелев в случае не абелев в случае соответственно коммутатор не равен 0 возникает нелинийный член нелиний член разучает взаимодействие значит в лагринджане квадратичный член это свободный лагринджан по ином высшего порядка 3 степени, 4 степени это уже взаимодействие почему это так считается? потому что если вы из лагринжана получите уравнение движения а уравнение движения из лагринжана появляется как делается? варьируется по полю если лагринжан квадратичен, то вариация по полю дает линейное уравнение это свободно если лагринжан не квадратичен вариация по полю дает нелинейное уравнение нелинейность это взаимодействие с точки зрения частиц нелинейность это возможность честистым трозаимодезменом, в одной точке happens, встречаются там несколько честинок, где вылетают какие-то другие частности, то есть всякая нелинейность это взаимодействие на языке квадратhake по аллевой теории �� секоном, поэтому неабилевая теория в неизбежности в себе несет взаимодействие, но абилевая теория взаимодействия не несет, хотя, скажем просто в взаимодействии полей материи с паль precisamente изменился в assume поле Если туда входит соответственно это биогарное поле, то с ним уже произникает взаимодействие. Это и вабель, и внеабель. Вот я хочу немножко с этим взаимодействием сказать по поводу еще раз фиксации калибровки. Значит, вот это калибровочный вариант на все, что здесь написано. А еще вот я вам говорил о том, что нужно еще нарушить эту вариантность и ввести вот эту, как говорят, фиксацию калибровочную. Она выводится один раз. Как бы у календжа может состоять много полей материи, но на каждую калибровочную группу вводится одна фиксация калибровки. Ну вот я, например, могу ввести такую фиксацию калибровки, соединиться на все, как деми один квадрат. Вот, например, я такой кусочек еще добавил календжа, ну и все, у меня калибровка фиксировалась. Вот теперь давайте попробуем еще раз посмотреть на уравнение для калибровочного поля и напишем это самое уравнение для калибровочного поля. Вот как оно будет выглядеть, если я в этом угренжане напишу уравнение для вот этого поля. Да, но если здесь есть лица, то он будет вот здесь и так. Давайте я напишу уравнение. Уравнение будет выглядеть вот так. Вот такое получается уравнение. Ну, что с этим уравнением может быть? Давайте я вспомню, что я в меню. Я сейчас про A в случае говорю. Вот это мы подставим в это уравнение, и 0 получится уравнение на A. Оно будет выглядеть следующим образом. Давайте это уравнение еще раз продиференцируем. Еще раз я продиференцирую по D. Но если я это сделаю, то у меня получится такое уравнение A. D квадрат, D ню а ню равно будет. Правильно, я здесь продиференцирую, у меня будет D квадрат, D ню а ню. И сюда будет D квадрат, D ню а ню. Поэтому не важно какой здесь коэффициент стоит, эта штука оказывается равна. Правда? А вот это я обозначал за продольную компоненту. Я вводил такое, вот зачем, не H, продольную компоненту. Для меня продольную компоненту. Значит, у меня получилось уравнение, что вторая производная продольная компонента, вот такое уравнение движения для этого компонента. Ну и если здесь такое уравнение, то я могу выбрать у нее решение. Весьма нетривиальное, H равна 0. То есть положить ее с самого начала равна 0. И это вот решение, оно как бы не творяет этому уравнению, никакой проблемы тут не возникает. То есть в абелевой такой задачи, я могу на это условие дополнительное, которое я наложил, я могу его наложить, как бы, вот например, что компонента равна 0, это не противоречит никаким уравнениям. И вообще говоря, вот оно как равнялось 0, так оно 0 и останется. То есть никакое взаимодействие полей из условий не нарушать. В линейном уравнении нет взаимодействия, и такое условие сохраняется. Конечно, вкладывать теорию поля мы говорим не только об уравнениях движений, мы же говорим о квантовании вот таких in-состояниях, out-состояниях, пробежуточных частицах, поэтому мы должны с этим аккуратно обходиться. Нужно наложить некие условия, например, на физически допустимые состояния, чтобы в физически допустимых состояниях, например, нет продольных полей, есть только поперечные составляющие и фотон. Тогда вот мы наложим эти составляющие, и наложим вот это вот как-то удовлетворяется этому уравнению, и у нас эти вот нефизические компоненты просто полностью выпадут, и никакой проблемы не будет. Значит, они у нас наружу не будут, и внутри у нас их нигде не будет. Вот как бы мы полностью будем работать с вами в физических терминах, там удобно или неудобно, другой вопрос, но это возможно так бить. Вот в случае, когда теория не Абелева, когда есть взаимодействие, которое вы там наверху набили, ситуация ухудшается. А как она ухудшается? Ну вот в этом бэйф-меню присутствует вот тот кусочек дополнительный. Вот мы его сюда добавим, да, в это уравнение. В этом уравнении появится дополнительный кусочек. Ну как он теперь у нас будет выглядеть? Я его аккуратно попробую написать. Вот вместо вот этого вот уравнения у меня возникнет такое уравнение. d квадрат хи плюс g f a b c, ну c a b там какой-то, да, f a b c, a b b, d плюс c c. Вот так. Вот у меня появился дополнительный кусок. Он возник из-за того, что мы изменим вот сюда, вот в это поменю, вот в это место, надо вставить вот дополнительный кусочек от взаимодействия. Значит вот мы, ну вот это вот, это уравнение, соответственно, вы видите, что уравнение стало не линейным. Вот линейный старый кусочек, а вот не линейный кусочек. Есть взаимодействие этого поля, поля мобил, в котором есть и поперечные составляющие тоже. То есть продольная составляющая может переходить в поперечные составляющие. Это значит, что если я, например, наложил такие условия, что в каком-то им состоянии, в начальном состоянии у меня нет продольного поля, оно у меня ушло, то может так оказаться, что в процессе эволюции это поле появится за счет взаимодействия вот с таким полем. Вот это проблема, которой мы столкнёмся в какой момент? Когда мы начнём вычитать архидоматричные элементы, то у нас появятся частицы, которые распространяются вот внутри диаграмм Фейн. И эти частицы называют обычно виртуальными частицами. И вот мы будем обсуждать пропагаторы, распространение этих частиц. И вот среди этих виртуальных частиц будут, соответственно, калибровочные поля. И вот там будут распространяться все компоненты этого поля. И мы не сможем отщепить поля продольные от полей поперечных. Вот если мы исходно начали с поперечного поля, вот пусть амин поперечное поле. А вот есть взаимодействие поперечного с продольным. Значит, вот у нас какое-то шло поперечное поле, амин поперечное, да? А вот здесь возникла вершинка, связанная по целью. И вот тут последний звук. Ахи продольные. Значит, у меня получается, что я буду смотреть такую диаграмму виртуальную, например. Вот здесь поперечное поле как бы, а вот тут бегают продольные фальмы. Вот в Абелевой теории этой проблемы не было, потому что такой вершинки не было, у меня линейное уравнение было. А амин поперечное, как было поперечное, так и есть. А здесь оно взаимодействует с этим полем. Это есть проблема, потому что у меня есть как бы переход физического поля, а не физического. С этим надо как-то бороться. Значит, какой придумал способ борьбы? Ну вот в Абелевой теории повторяю, способ борьбы простой. Надо наложить запрет на начальное состояние, сказать, у нас только поперечные поля. И больше никаких продольных нет, и все хорошо. Ну это один из возможных способов. А здесь так нельзя. Тогда придуман следующий язык. Давайте тоже скажем, что начальное состояние тоже поперечное. А вот эти вот диаграммки, вот такие, которые возникают с продольными полями, мы давайте попробуем положить равные нулю как-то. Чтобы таких не было как-то. Положить такое условие. Как его можно было бы наложить? Ну значит, мы давайте придумаем какой-нибудь такой алгрейджант, в котором, ну, просто если мы это вычислили по правилам, то это не будет равно нулю. Не то, чтобы мы просто не ноль объяли в нулю. А мы должны придумать некую компенсацию, чтобы вот эти все такие вклады сократились. Вот, оказывается, такую компенсацию можно придумать. И как она придумана? Она придумана, на самом деле, на языке функционального интеграла, вот о котором шла речь на самой первой лекции Владимира. Но я вам, как бы, в неком смысле, выдаю рецепт на языке лакринджа. Придумана она в следующем опыте. Давайте введем скалярное поле. Ну вот это поле хи, оно же скалярное поле, да? Это просто поле с одной компоненткой, это уже скалярное. Давайте введем скалярное поле, которое будет взаимодействовать с поперечными степенями свободы. Точно так же, как взаимодействует вот эта поле. Поэтому мы к этому диаграмме добавим точно такую же диаграмму. Там как-нибудь вот так обозначено. Точно такую же диаграмму. Но только давайте скажем, или потребуем, чтобы это скалярное поле имело неправильную статистику. Что такое статистика? Вот мы знаем, что есть гозостатистика, есть сферная статистика. Поля с целым спином подчиняются гозостатистике. Они при перестановке друг с другом, это знак не меняется. Поля с ферной статистики, при перестановке меняется знак. Это ферная статистика. Так вот давайте сделаем такую хитрую штуку. Введем новое скалярное поле, аналогичный хи, с таким же взаимодействием, но потребуем, чтобы это поле имело ферную статистику. А при ферной статистике, вот когда мы замыкаем петлю, замыкаем петлю, то ответ он как бы пропорционален минус единицы в степени вот этой статистики. Значит если это поза статистика, то петля дает знак плюс. А вот фермионная петля дает знак минус. Это вот в электродинамике, как любыми фермионами. Вот давайте мы потребуем, чтобы скалярное поле, которое мы видим, тоже имело верную статистику. Это некий странный объект, но оказывается с такими объектами люди уже сталкивались. Это так называемые Грасмановы числа. Числа, которые антикоммутируют, а не коммутируют. Вот давайте сделаем такие Грасмановы поляр, скаляры с неправильной статистикой, с тем, чтобы они точности компенсировали вот эти самые штуки. Ну можно придумать даже, поскольку мы знаем, какому уравнению должно удовлетворять, такому же уравнению должно удовлетворять это новое поле. А что здесь написано, если вы внимательно приведите? Что здесь написано? Посмотрите. Вот здесь стоит d, вот здесь стоит d и d. Вот это dμ, на самом деле это что такое? Это dμ и еще раз dμ, правда? d квадрат. Значит одну dμ я могу вынести за скобку. Так вот вынесу за скобку вот эту dμ. А то, что здесь стоит, это не что иное, как кавариантная производная. Вы должны ее узнать. Это есть dμ плюс амин. Значит уравнение, которым я хочу удовлетворять, оно вот такое уравнение. Уравнение у меня какое-то новое поле, я его букву С. А вот уравнение у него должно быть вот таким. Ну а как из него лагеринжат получить? Ну да, может, нанос окруженный, вот лагеринжат. Для этого поле. Значит мы добавим... Сейчас, а можно подробно так мы переставляем букву d и букву около? Ну сейчас я поаккуратнее напишу так, чтобы не было такого нехорошего. Потому что наоборот надо написать. Наоборот надо написать. Надо написать просто варианты, а вот тут написать необычные. Вот так. Наоборот. Значит здесь будет d, а здесь будет d, а это вот так. Так пойдет, да? Наверное так. Вы правы. Тогда вот так. Вот так. Значит мы с такого уравнения должны удовлетворять это поле. Больше с вами, чтобы оно такое получилось, мы такой кусок лагеринжатый добавим. Вот это поле c, все вот запряженные ему возникают. Это не физическое поле, это некое интересное красное поле. Эти поля назвали духами. Или просто по-моему. Вот чтобы у нас получалось все правильно, чтобы у нас не было перехода физиками к физикам, чтобы даже все физические сетки свободны. То есть мы ввели вот этот кусок и к этому куску мы добавили еще вот такой. Надо сказать, что способ, каким я его ввел, он основывался на этом вот уравнении. А это уравнение, в свою очередь, было связано с тем, что я вот таким образом ввел условия дополнительные с множественным лоградом. Если бы я ввел другим способом дополнительные условия, у меня, соответственно, было бы немножко другое уравнение. И, соответственно, вот этот лагеринжат тоже бы немножко изменился. То есть форма этого взаимодействия этих не физических полей просто, она связана с тем способом, каким я фиксировал произвол, как я фиксировал калибровку. Вообще говоря, существуют способы фиксации калибровки, которые не требуют введения плоскости. То есть вы можете все равно добиться того, что нет таких переходов в физике и не физике. Но эти способы всегда являются нековариантными. Лоренц-неинвариантная калибровка. В этом нет ничего плохого. Вы можете фиксировать калибровку Лоренц-неинвариантным образом. Это значит, что все ваши промежуточные вычисления будут Лоренц-неинвариантными. Но наблюдаемые все равно должны быть ковариантными. Но, как вы сами понимаете, всегда удобно работать максимально мовариантным способом. Это всегда проверка всех расчетов и вообще упрощение всех расчетов. Поэтому такой ковариантный способ фиксации калибровки с точки зрения расчетов в теории всегда очень удобен, но не обязательно. Вот этот ковариантный способ приводит к следующему виду вот этого гостовского гранжана. То есть мы должны добавить теперь взаимодействие полей, взаимодействие вот такого гранжана. Значит, что он содержит? Он содержит кинетический член обычный для вот этих самых гостовских полей и взаимодействие гостовских полей с поперечными фатронами. Для вот этой самой компенсации. Значит, полный наш гранжан калибровочный содержит вот эти генетические члены с глинными производными ковариантными, плюс генетические члены калибровочных полей, плюс член фиксирующих калибровку, плюс гостовский кусок в случае нябер. В Абельном случае он тоже сохраняется. Казалось бы, где здесь нябер? Здесь он тоже сохраняется. Но вот эта константа равна нулю. Поэтому этот кусочек превращается в обычную производную из ковариантов в данном случае. А раз он превращается в обычную производную, то этот кусочек ни с чем не взаимодействует. Хочешь его пиши, благороджан, хочешь не пиши. Ну, как говорится, я не буду писать. А в Абельном случае нельзя не написать, он здесь присутствует. С точки зрения калибровочной группы, гостовские поля преобразуются точно так же, как калибровочные поля, потому что они партнеры продольных компонентов. А продольный компонент – это присоединенное представление калибровочной группы. Значит, гостовские поля – это тоже присоединенное представление калибровочной группы. Отсюда и вот эта константа здесь такая. Вот так будет выглядеть полный Лагранжан, включающий в себя фиксацию калибровки, ГОСТ и так далее. Спрашивается, откуда у нас есть такая уверенность, что когда я ввел вот эти два заполнительных кусочка Лагранжан и тем самым испортил калибровочные нырянности, откуда у нас уверенность, что наблюдаемые все равно будут калибровочные нырянности? Оказывается, что испортив Лагранжан таким образом, я все-таки не до конца его вспомнил. В этом Лагранжане осталось некое инвариантное. Инвариантность относительно весьма нетривиальных преобразований, которые содержат вот эти самые антикоммутирующие Грассановые числа. Инвариантность обычно называется БРСТ-мариантность по имени четырех авторов, которые, соответственно, пронаблюдали и написали. Напиши аббревиатуру, да, с тех, кто их заботит. Да, значит, по-английски это пишет вот так вот. БЕКИ, РЕ, СТАРА и ТЮКИН. Ну, я не знаю, в принципе, я могу даже написать вам эти преобразования для любопытства, как они выглядят. Относительно этих преобразований будет он вариантом полного Лагранжана. Значит, если я пишу, что Лагранжана правильно, L калибровочный плюс L фиксации калибровки и плюс L гостовский, вот он из трех частиц состоит, да, вот G меню в квадрате это калибровочный вариант, фиксация калибровки это вот этой, а гостовский вот тот, который я только что стер, то вот этот совместный весь Лагранжан инвариантен относительно таких преобразований. Я надеюсь, что это выйдет. так, сейчас тут еду. Так, значит, вот смотрите, ЛЯНДА это параметр преобразования, это вот самое городское участие. C с чертой это мои гостовские поля, а μ это калибровочная поля. Вот эти преобразования оставляют этот вот инвариант, можете это проверить, если я тут не общаюсь, мне не кажется, что вы знакомы. И этой симметрией есть гарантия того, наблюдаемый калибровочный вариант. Можно еще подчеркнуть, что то, что антисиметрическая константа если бы эти поля коммутировали, то ясно, что поскольку это антисиметрично, то это было бы даже 10 или 0. Но это не так, потому что C это антикоммутирующие поля, они антикоммутируют, поэтому это не 0. Сейчас, вопрос. То есть, насколько я понимаю, что если физическая личина инвариантна относительно этого всего, то она наблюдательная. Нет, Лагранжан, антисиметрическая константа и все, что вы построили из антисиметрического Лагранжана, любое наблюдательное будет антисиметрическая константа. Ну, сечение, может быть, там база, а если бы не было такой симметрии. Ну, понимаете, какое дело? Мы хотели бы, чтобы наблюдаемое мечтательное сечение, взаимодействие, не зависело от нашего способа фиксации калибровок. Когда я явно фиксацию калибровок привел, Лагранжан антис потерял. Это еще не значит, что сечение полупостроенной из такого Лагранжана потеряла эту инвариантность. Мне тогда нужно доказать. Если бы Лагранжан был инвариантным, я бы сказал, вот он инвариантен, и любое наблюдательное будет инвариантным. А так, на всех промежуточных этапах, у меня вот этот параметр фиксации КСИ, параметр фиксации калибровки, всюду присутствует. А от него не должно ничего зависеть. Значит, мне нужно как-то доказывать, что он в конечном счете сократился. Вообще говоря, это нужно доказать. Ну вот, найден такой элегантный способ это доказать. Оказывается, что Лагранжан обладает вот такой симметрией, и этого достаточно, чтобы утверждать, что этот параметр уйдет и наблюдает. Это не тривиальное утверждение, но тем не менее, вот на этом оно осталось. Вопрос? Да. В случае Нягилевой теории, почему Вы утверждаете, что физическое состояние отдастся в поперечных протонах? Почему физические? Ну, потому что, если я делаю калибровочные преобразования, то продольные потом будут меняться, а поперечные не затрагиваются. Значит, он не может являться физическим, потому что я могу вообще положить равную выброс подходящим образом калибровки. То есть, величина, которая зависит от моего выбора, физической являться не может. А продольные, а поперечные не зависят от моего выбора. Как я не дергаю калибровку, они не меняются. Ну, и там вращаются, но вращение в любом случае не важно. Вращение не наблюдаемо, а сдвиг наблюдаемо. Скажите еще, пожалуйста, вот видите, что эти духи, они сокращают петлевые диаграммы. Да. А вот существует ли вращение просто распад про величину глиона на добродольных? Ну, без пяти? Без пяти. Ну, вообще говоря, когда мы так вот не на массовой поверхности нарисуем диаграмму, то она как бы существует. Но здесь у нас есть правило, что мы говорим, что во внешних вот этих инсостояниях мы запрещаем нефизические состояния. Ну, так же как в Вайвере. То есть мы этим способом можем запретить такие состояния, и это не противоречивый запрет. Мы их запретили, а они не возникли. Они могли бы возникнуть через виртуальные эти, а их мы убиваем духом. А так вообще говоря, если мы не будем вот этого требования накладывать, что нет, тогда у нас действительно будут присутствовать эти нефизические состояния и Вин и Ваут. Но мы можем сузить свое пространство и сказать нет, Вин в состоянии их нет, а тогда и Ваут не возникнет. И надо доказать унитарность в этом физическом уровне. Да, вообще говоря, ну, под словом унитарность понимается сохранение нормы. И в этом смысле, если Лагранжан является Эдмитовым, то полная как бы унитарность. С-матрица унитарна. То есть кресло С равно единице. Но вот в этом суженом пространстве состояний физических вообще говоря, надо доказать, что оно тоже там будет унитарным. Ну, на таком более простом языке это значит, что нет переходов из физических состояний в нефизических. Нет, подождите, нам нужно сказать, что матрица перехода из Фин продольного, балла поперечного равняется нулю. Конечно. А не просто ее запретить. Ну конечно, мы должны убить такие переходы. Мы должны убить такие переходы, разумеется. Не руками? Ну так вот, ты как? Я рассказал, как вы убьете? Нет, нет, но вопрос в том заключался, что вы сказали, что тут делали только карпеты. Ну а на древесном языке это и так не существует на массовой поверхности переход. На массовой поверхности нет перехода. Ну, наверное, это не очевидно. Не очевидно, ну как, возьмите фотон, и может он на массовой поверхности перейти в электрон-беструнную парк? Нет, не может. Закон сохранения запрещает. Виртуально, да, реально чиститься, тут невозможно такие переходы. А массивные фотоны? Массивные фотоны, ну, если там энергетический пороз позволяет, то да, но в данном случае мы говорим о калибровочных полях, если безмассовое состояние, они не могут на массовой поверхности так перейти. Закон сохранения запрещает. Но только виртуально могут переходить, а виртуально мы их заубьем вот этим способом. Так, ну хорошо, я вот думаю, что... А, я вот что хотел бы сказать. Я для этого Лаберинжана хочу вам написать правила Феймена, потому что в дальнейшем я собираюсь обсуждать диаграммы, и мне хотелось бы написать сводку правил Феймена. Я его напишу в импульсном пространстве, потому что мы дальше будем его немножко помнить. Правила Феймена соответствующие вот этим Лаберинжаном. Значит, что у нас с вами есть? У нас с вами есть поля спины 0, поля спины 1, 2, калибровочные поля, у них есть пропагаторы, и у них есть между собой вершины взаимодействия, которые из этого всего следят. И для них мы можем написать сводку графических правил, которые соответствуют нашему ресурсу. Фермион, распространяющийся с импульсом П, пропагатор Фермиона записывается на чему? П со шляпой минусы, где П со шляпой по шляпой это есть ГАВНЮ на Фермион. Скалярная поля с импульсом П, и П квадрат минус м, ну там стоящее небольшое здесь, ГМАИ, 2, П квадрат. Калибровочное поле. В калибровочном поле помимо импульса, который тут протекает, П, мне еще нужно поставить индексы, поскольку в векторном поле есть индекс. Значит, здесь ню, а здесь ню. Пропагатор, помните, это обратный оператор к этому оператору х. х был х-ню, поэтому пропагатор х-ню-1 тоже содержит 2 индекса. Выглядит он следующим образом. так, минус П на П квадрат, а здесь стоит G-ню, минус П-ню П-ню на П квадрат умноженное на вот это кси. Единицы минус кси, а, единицы, в этом месте единицы, да, я что-то тут. Так, все равно 0, а вдруг кто пишет. Так, ну вот, еще у меня пропагатор ГОСТ есть. У меня еще ГОСТ ГОСТ заряженное поле, у меня есть направление настрелочное. Пропагатор ГОСТ имеет, да, ГОСТ 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 ДЛЬТА Б нам как важно. Майкл ну вот, это правило для пропагантов. Теперь еще есть вершины взаимодействия. Какие у нас есть вершины взаимодействия? Ну во-первых, все вот эти поля через варианты производной взаимодействуют с калибровочным полем. Здесь такая вершина взаимодействия, храмтически она решена так. 2 фермиона взаимодействуют с калибровочным полем. Взаимодействие вот идет из той самой вершины в пропаг障е. То есть правило двигает такое, минус i, g, g, μ на dA. Вот здесь стоит, значит, соответственно, индекс μ и индекс A. А если здесь как-то индексы и нежитные, то, соответственно, и G индексы вот здесь стоят. И G, то, скажем, цветные индексы, а A это индексы вот по генераторам. Причем дело, что эти матрицы не зависят в пространстве. У гаммы тоже есть свои 2 индексы, которые здесь просто не найдены. Значит, гамма — это гамма-матрица Дерак, матрица 4х4 в спинорном пространстве, а вот эти матрицы — это в пространстве вот этого, где мы вращаем в шеребровочной группе. Ну, квантовый хромодинамик — это в пространстве цвета. То есть это прямое произведение матриц и пространства. Так, ну, наконец, есть взаимодействие. Давайте сначала оно попроще, наверное. Скалярное поле тоже надо зарисовать спектром. То есть это скалярное поле Φ. Значит, здесь какие у нас индексы надо расставить? Ну, тоже здесь μ и А, наверное, надо поставить. А здесь вот пусть у меня поле Φ, там, ну, как, Φ со звёздочкой. Тогда здесь минус И, G, T, A, P, Q, μ, T, где вот это M+, P, а вот это M+, Q. Значит, это скалярное поле, здесь втекает импульс П, втекает импульс Q, и вправо здесь именно выглядит точно чему. Похожим образом выйдет взаимодействие с ГОСТовским полем, когда здесь стоит вот это тоже μ, А, калибровочное поле, а здесь ГОСТовские поля. Вот здесь тоже импульс П, а здесь импульс Q. То есть это выглядит как минус G, F, A, B, C, на кубе. Ну, почему у ГОСТовских полей получилось только один импульс, а не два? Потому что благорежание для ГОСТовских полей, одна производная ковариантная, а другая производная обычная. А в взаимодействии у скалярного поля, у настоящего скалярного поля, обе производные коварианты. То есть это как бы симметричный. Дим, тут мы лучше написали не C, C, bar, а F, C, чтобы просто индексы обозначить. Потому что иначе как-то вот это... Да, да. Ну, мне так кажется. Нет, ну, C у меня в данном случае не индекс, а вот это поле. Я и в данном случае, а лучше бы здесь был индекс. Ну, смотри, как... А индекс надо мне повесить сюда вот индекс какой-то B и C, и вот они у меня здесь стоят двои целых. Ну, я пойду... А вообще, чтобы было понятно две последние формулы, как они друг другу связаны, что у матрицы T вот в предпоследней формуле тоже еще двои так собой были. А здесь они... Но там они могли быть, скажем, ежи. А наверху ежи внизу, да? А здесь они как бы все однородные. Поэтому F вылезла как матричный элемент в матрице в председенном представлении. Да, давайте я скажу про это, действительно. Вот иногда мы пишем букву F в структурную константу, а иногда пишем букву T. И такое впечатление, что это как бы разные вещи вроде бы как. На самом деле не разные. Потому что, когда я написал здесь матрицу T, то верхний индекс у него пробегает столько значений, сколько генераторов. ВСН, n2-1. А вот этот индекс пробегает значения столько, какова разметность представления полей материи. Ну, если это, допустим, фундаментальное представление, то этот индекс пробегает n значений. То есть это n2-1, а это n значений. Потому что этот индекс на эти поля придет. А поля ГОСТовские, как я вам говорил, поля из присоединенного представления. А присоединенные представления это не n, это n2-1. Поэтому для присоединенного представления индексы и индексы тоже пробегают n2-1 значения. Так вот, оказывается, что матрица присоединенного представления и структурная константа группы, это на самом деле одно и то же. Формула выглядит так. Значит, я бы мне написать, что там пишу. c, a, c, c, i, f, b, c. Вот можно такое представление для матрицы присоединенного представления. То есть это есть просто структурная константа. Поэтому если мы в эту форму мы это подставим, мы получим вот эту штуку. Я только тут забыл, может знак поменяется, а может и не поменится. Так что это на самом деле очень близкое взаимодействие. Взаимодействие ГОСТовского поля и взаимодействие скалярного поля, оно одинаковое. И разница будет только возникать из-за того, что неправильная статистика. Каждый у педы скалярного поля будет от ГОСТовского поля знак минус. А взаимодействие выглядит очень одинаково. Если бы скалярные поля были присоединены на представление, тогда вообще бы, как говорится, с ГОСТами они вели себя совершенно бы одинаково, за исключением дополнительного знака минус один, который идет от ГОСТовского поля. Так, ну и наконец надо написать самое интересное взаимодействие. Ведь эти калибровочные поля взаимодействуют друг с другом. И там есть в же меню стоит коммутатор. Коммутатор нам даст тройное взаимодействие и четверное взаимодействие. Четверное взаимодействие, ну в какой-то степени проще, потому что это произведение двух коммутаторов. Столько там индекса надо построить. А в тройной взаимодействии содержится у себя производная, и поэтому будет похитрее. Вот как пример я вам его нарисую. То есть вот здесь. То есть тройная вершина. Индексы роста вот здесь вот, пусть будет μ и А, здесь будет B и ρ, а здесь будет C и μ. Тогда она выглядит для чего-то. Минус G, F, A, B, C. Да, еще импус надо расставить. Сейчас, значит, сюда у меня течет импус P, сюда течет импус K, сюда течет импус Q. Ясно, что есть закон сохранения. P плюс K плюс Q равно μ. А здесь выглядит так. P минус Q, ρ, G, ν. Плюс Q минус K, ν, G, ν. И плюс K минус B, ν, G, ν. Ну вот такая симметричная как бы запись вершины. Значит, там стоит одна производная вершина. Она может стоять как бы на любой ноге. Вообще говоря, можно симметрично написать вершину, можно несимметрично записать, если конкретно поставить, где стоит производная. Ну вот симметричная как и записи. Она выглядит вот так. Это вот такая вершина взаимодействия. Вот видите, здесь есть и лоренцевые индексы, и производная, и, соответственно, цветные индексы. Ну вот есть еще последняя, что я написал, такая четверная вершина. В четверной вершине нету никаких импульсов. Там зато стоим две структурные константы. Ну тут можно правильным образом расставить цветный индекс, лоренцевых индексов. Там нету, но у меня что-то не выписано, я не хочу изобретать. Он на эту форму похож. Там конечно же есть. А? Там конечно же есть. Ж-меню, 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 да. Правильно. Есть, конечно, они видят символ экраны пиратов. Все это там присутствует. Ну вот, сводка этих правил позволяет, в принципе, делать какие вычисления. Вычислять диаграммы Феймана, там вычислять процесс рассеяния. Значит, когда такие частицы сталкиваются, ну я не знаю, какой вам характерный процесс, который так вот обычно в учебниках вычисляется. Ну какой-нибудь камптоновский эффект, да, вот когда везде векторное поле, и оно испускает другое векторное поле. Это вот есть так называемый камптонный эффект. Значит, если мы знаем вершинный пропагатор, мы соответственно можем вычислить эту амплитуду, квадрат амплитуды дает маркеричный элемент, и мы можем всего добиться. Итак, и вот зная эти правила Феймана, мы можем уже провести вычисления и получить конечные ответы, вот как на первой лекции Владимир уже вам рассказывал. Мы вычисляем матричные элементы, и все это можно сделать. И вроде бы так все хорошо, на самом деле, если говорить, например, о лагенджане квантовой электродинамике, то вот все это родилось, как вы понимаете, очень давно, в середине прошлого века, даже там, скорее всего, в 1-3 прошлого века, и все были счастливы, пока не решили, что надо бы попробовать посчитать немножко дальше. Ну что значит дальше? Ведь диаграмма Феймана – это и есть материализация теории возмущений. Мы все разделили на свободную часть и взаимодействие. Вот у нас пропагатор – это свободная частица, это взаимодействие, вот свободная частица, а вот эти две точки взаимодействия. И мы посчитали матричный элемент, который имеет порядок, если здесь стоит константы, в этой технологии есть электромагнитные константы Е, и здесь стоит Е, значит, диаграмма Феймана – Е в квадрат. Ну, вы, наверное, слышали, что величина Е уже маленькая, заряд электрона, там мы обычно пишем безразмерных переменных, Е квадрат делённый на 4П, называется постоянной тонкой структурой. Значит, почему её поделили на 4П, вы можете спросить, кто был безразмерцем, да я не знаю, кто её так поделил. И получилась постоянная тонкая структура, которая, значит, Е квадрат на 4П приблизительно равно 137, да? Ну, там не точно 137, но близко к этому, и поскольку это является характерной величиной, у вас в датбаттонной физики и везде, то понятно, что если я хочу сейчас посчитать поправку к этой амплитуде, а как я посчитаю поправку? Ну, по теории возмущений, конечно, как я сюда посчитаю поправку? Ну, вот, например, разрешу вот отсюда спуститься ещё одному фотону, но поскольку в конечном состоянии я хочу, чтобы опять у меня был один фотон, один электрон, то я его уже сюда же поглощу. Вот вам типичный пример поправки. Почему это поправки? Потому что здесь опять стоит Е, здесь опять стоит Е, и у меня получилось уже Е в четвёртой. Ну, давайте поделим там ещё раз на четвёртой, вот такой, да, вот здесь вот этот квадрат, и скажем, что это вот уже порядка одной сто тридцать седьмой квадрат. Ну, и вы мне скажете, десять смысл второй, там ещё и в квадрате, тут и я вкачу. Так всё равно реально. Ну, даже мы про это сейчас... Ну, поправка маленькая, и так люди думали вот до какого-то года, пока классики науки, там, Швингер и прочие, не посчитали поправку. Вот мы знаем, что на такого порядка величины, да, и все как бы счастливы, что я считаю? Маленькая. Ну, давайте всё-таки её посчитаем. Ну, давайте мы с вами попробуем, да, не то чтобы до конца, но всё-таки так прикинем, как она мы числили. Значит, как мы с вами это поменим? Ну, вот у нас здесь правило Феймана, и мы по правилу Феймана попробуем её посчитать. Значит, давайте попробуем, знаете, как посчитать? Я не буду всю диаграмму считать, а я вот этот кусочек посчитаю. Поправку. Значит, вот у меня была линия здесь, да? У меня была линия. А теперь я к ней посчитаю поправку, она вот так выглядит. Вот такую поправку я посчитаю, а обкладки внешние считать не буду. Значит, ну, опять же, я буду символически считать, что это такое линия. Вот она у нас написана, да? Это, значит, I, делённое на psh-m. Это вот эта линия. А что здесь такое? Значит, опять вот этот кусочек, это I на psh-m, вот этот кусочек I на psh-m, а что такое вот эта штука? Ну, значит, мы должны написать правила Феймана. Мы знаем, что вот эта линия записывается точно так же. Спрашивается, какой I спешит по этой линии? Ну, давайте другую букву обозначим. Давай, какой K я укладываю. Тогда у меня будет здесь I, K со шляпой, минус M. Ну, K это как бы, откуда мне взять? Это как? Я должен вот этот I написать. Какой здесь пишет I? Ну, я думаю, у нас есть закон сохранения. Значит, тогда здесь должен быть прижать B-M. Значит, я пишу вот по той формуле, которая там написана, пропаганда, минус I, B-K в квадрате, и, соответственно, здесь стоит G-menu. Ну, давайте я G-menu оставлю. Вот это к Си положу равное единице, чтобы попроще было. Тогда у меня здесь стоит G-menu. Ну, еще надо вспомнить, что в вершине, вот здесь, вот здесь, вот по этому правилу принято, надо поставить гамма-магер. Я возьму агеревую теорию, T равно единичке, и, значит, I там мне не очень волнует, ну, там, минус S в квадрате, допустим. А еще мне нужно поставить, соответственно, вот где-то тут вот, G-menu, а здесь подойдет G-menu. Вот я написал вроде бы все. Е совершенно не знаю, чему равно. Понятно, что интегрировать. Нам придется проинтегрировать. Значит, напишу еще здесь. Интеграл 2,4,2. Вот мы вроде написали все. Заметьте, что действительно в каждой вершине стоит Е, поэтому по сравнению с этой штучкой, вот здесь вот, здесь стоит Е квадрат. Ну, там еще я Пи не написал, которые вот эти четыре квадрата, но на самом деле не четыре, а шестнадцати квадрат. Ну ладно. Хорошо. Давайте интеграл попробуем взять. Как мы все будем брать? Ну, вообще-то сложно интеграл брать. Ну, давайте мы все-таки так прикинем. Значит, какой у нас интеграл? Я его отдельно напишу. d4k, значит, p-k в квадрате, а вот этот пропагатор, k-m, я вот так вот перепишу. k со шляпой минус m равняется k со шляпой плюс m, а здесь k со шляпой минус m умножить на k со шляпой плюс m. Вышли, да? А k со шляпой это мы получаем k со шляпой плюс m, деленное на k квадрат плюс m квадрат. Поскольку k со шляпой в квадрате равно k квадрате. Значит, вот у меня здесь стоит k квадрат минус m квадрат, а здесь стоит k со шляпой плюс m. Вот мне надо взять такой интеграл. Ну, опять же, он трудный интеграл. Давайте просто прикинем, как он себя ведет. Значит, мы должны интегрировать квадраты 4k. Значит, мы можем условно разбить это на модуль и на угловой интегрирование, и интегрирование поможет. Я не хочу сейчас обсуждать, что у меня псевдоисплидовая метрика или иплидовая метрика, я как-то очень грубую оценку пойду сделать. Значит, вот у нас здесь стоит модуль и углы. Давайте про модуль поговорим. k в 4k это означает, стоит здесь k в кубе на dk, если о модуле говорить. k в кубе на dk. А вот эта штучка при больших k ведет себя как k в квадрате. И вот эта штучка ведет себя как k в квадрате. Правда? Так что у меня стоит внизу k в четвертой степени. Ну а внизу стоит, еще вот здесь стоит либо k, либо n. То есть вот здесь я еще пишу либо k, либо n. Ну и давайте попробуем оценить, как это себе интеграл придет при больших k. Пока я по модулю интегрирую от нуля до бесконечности. Значит, никаких чудесов не происходит. Это k в кубе сокращается с этим. У меня стоит dk деленное на k. А может быть даже еще хуже. Просто dk. А интеграл я пишу по модулю от нуля до бесконечности. Ну и вы видите, что интеграл расходится. Значит, если бы я этот интеграл обрезал, но я хочу оценить, как он расходится, я по модулю его обрежу в каком-то параметре. Обычно это параметром обрезания. Принято было раньше называть его буквой λ. Вот по модулю до λ я его отинтегретую. Тогда, значит, у меня интеграл dk деленное на k, это из логарифм λ. Значит, при таких случаях обычно люди говорят, вот логарифмический расходящийся интеграл. Он ведет себя как логарифм. Вы можете мне сказать, ну я в общем другую посчитал, да, там модули какие-то. Есть угловое интегрирование, все другие пространства, может там все сократится благополучно. Вы можете попробовать сами. И не сокращается. Значит, ответ остается тем же самым, если делать это все очень аккуратно. Вот здесь будут лекции Грозина, которые будут рассказывать вам, как современные вычисления проводятся. Используется так называемая разменная регуляризация, делаются аккуратные вычисления, и можно аккуратно этот интеграл вычислить. Ну и, конечно, это люди сделали, вот тоже Швингер это сделал в незапамятные времена, и пришел к этому самому выводу, что интеграл эграрифмический расход. Ну, вы можете, значит, как бы сказать, что может это случайность, что он так себя ведет, может быть там как бы вот хорошо себя ведет, а, значит, теория плохая, может быть не надо такую теорию смотреть, надо такую другую посмотреть, может не все будет хорошо, может быть поэтому-то и надо сказать, что эта теория неправильна. Ну, вообще, на самом деле, когда это все появилось, существовала одна теория, квантовая электродинамика. Другой теории не было. И всем было известно, что классическая электродинамика прекрасно работает. Поэтому это был ужасный удар в электродинамике. В древесном приближении она предсказывала эффекты, которые наблюдались и все, а в поправку приводила вот к такому совершенно нехотворительной ситуации. И тем не менее, значит, здесь вопрос возникает, это что? Какое-то совершенно удивительное свойство, которое мы пронаблюдали сейчас, или в этом есть какое-то общее свойство, которое будет встречаться и не только в этих процессах, но и в других. Ну давайте, чтобы как-то немножко это понять, посмотрим в таком же временном ключе на что-нибудь еще. Значит, ну, опять же, наверное, все равно смотреть Абереву или не Абереву в теорию, в этом смысле от этого не зависит. Ну какая у нас сейчас характерная диаграмма? Ну, например, вот смотрите, есть вершинный диаграмм. Это взаимодействие электроны с фотоном, или кварт из гулионов. И можно попытаться к ней почитать поправку. Ну, например, вот такую. И спустить отсюда там фотон или глюон, и поглотить его вот здесь. Это другой пример поправки. Вот к той диаграмме комптон-эффекта это поправка не в линию, а в верши. Она тоже пропорциональна квадрату константной связи. То есть это точно такая же поправка. К исходным процессу поправка порядка квадрата заряда, который стоит в верши. Опять квадрат заряда считаем маленьким, и смотрим на эту диаграмму. Ну, по правилу феменную ее будем писать. Если допустим сюда какой-нибудь импульс p, сюда добавим даже импульс k, сюда добавим импульс p-k, сюда добавим какой-нибудь импульс q, сюда пойдет опять импульс q, сюда пойдет q-k, ну а вот сюда пойдет, чувак, сюда пойдет... Вот я расставил импульсы по закону сохранения, и видно, что h импульс совершенно произвольный, p и p это внешние импульсы, и пока надо принтермировать. Ну давайте, значит, посмотрим. Ителиал d4k, у меня есть два спинлота пропагатора, значит, k со шляпой минус m, и второе мне нужно написать вот это. Ну я его сразу напишу в таком виде, как, ну, в числителе я напишу, я напишу здесь k в квадрате минус m в квадрат, внизу напишу q-k в квадрате минус m в квадрате, а здесь еще надо вспомнить про гамму матрицы, значит, здесь будет стоять гамма μ, k по шляпой плюс m, гамма ρ, q-k, сейчас у меня как-то немножко... ну ладно, может я чуть-чуть что-то прорвался по квадрате минуса, плюс m, а здесь будет стоять еще одна гамма, и если я здесь пропагатор возьму той же самой калибровки кси равно 1, а здесь будет стоять p-k в квадрате, а здесь будет стоять тоже гамма μ. Вот будет такой интеграл. Там p-q должен стоять. Да, p-q. Правильно, правильно, правильно. Тогда q-p нужно. Вот так, да? Правильно? Что? Правильно, мама. Ну да, нехорошо, ну, сейчас давайте так... Ну можно сюда впустить, не пусть, а сюда впустить, тогда сюда пойдет... да, нет, тогда сюда как ушло, так и идет, тогда сюда пойдет ка минусу. Вот так, да? Сами цели стрелки на линии, конечно, не импульс отражает, а они тоже следуют непрерывно. Ну вот, да, ну... Вот так, все, пойдет? Пойдет, да. Ну хорошо, вот написал интеграл. Ну давайте опять его точно так же оценить. Значит, что мы имеем? Мы имеем опять d3k на k, мы имеем 1, 2, 3, k в шестой, значит, внизу k в шестой, здесь dk в кубе dk, ну и, соответственно, 1, 2, k в квадрате. Ну, получается dk, деленное на k. Опять мы получаем логарифмическое расходение. Значит, если я обрежу интеграл, то, по модулю у меня будет логарифм. Вот это вот само обрезание. Ну, наконец, чтобы вы опять с одной стороны поверили мне, что так получается очень часто, а с другой стороны, мы увидели, что не только логарифм все-таки могут присутствовать, а бывает, что это еще. Хотя, на самом деле, я не вдаюсь в подробности, а подробности иногда унижают все эти нерасходимости. Давайте еще вот эту диаграмму посмотрим. Вот это у меня приспербионная петля. Опять не важно, у меня это квадраты, там лежат электроды, при таком группе, численном, экзенты не важны. Значит, опять мы пишем сюда и у меня здесь возникает, по правилам феймана я должен написать два пропагатора, а по, сколько здесь замыкается спинорный индекс, надо еще написать trace. То есть, то что мне здесь стоять по правилам феймана выглядит так. trace гамма Ню к плюс m гамма Ню к минус П плюс m деленное на К квадрат минус m квадрат К минус П в квадрате минус m квадрат Интеграл для 4К Ну и наша оценка работает точно так. k² и k² дает 3k в четвертой вот эти 2k дает 3k в квадрате, а еще у меня есть k в хуле на dk Ну если вы посмотрите, что здесь возникает ситуация еще хуже потому что здесь 5-е с неба, а здесь 4-е значит у нас эта ситуация сокращается, получается k на dk а k на dk это λ квадрат, если я признаю значит эта расходимость называется не логерихмически, а квадратично у нас квадратично расходится интеграл, то есть еще хуже хотя на другой сравнении, уж если бесконечность, то какая разница? вас убили дважды или один раз, если вы уже убили, то приблизительно ну если на самом деле вычислять это поаккуратнее, если вспомнить о всех килогрошных инвариантностях, то с квадратичной расходимостью тут можно справиться и опять ее довести до логерихмической, но дальше нет значит возникает вот такая ситуация и тогда спрашивается, ну вот как бы, давайте практически подойдем к задаче вот у нас множество всяких процессов, да, разных вот этих теорий мы начинаем вычислять какие-то диаграммы и вот смотрим, вот раз диаграмма плохо себя ведет расходится может быть их две, одна другую сократит? тоже надо бы проверить, да? с другой стороны, хорошо, получили вот такую диаграмму нет, это не хорошая теория, она расходится, да, и другую теорию напишем ну тогда, допустим, получили хорошую диаграмму а где гарантия, что, например, каком-нибудь третьем, четвятом или пятом порядке все равно будет плохая нервная но желательно бы выработать какую-то такую стратегию, чтобы понимать что надо ожидать с самого начала и что вообще эти бесконечности означают это что, значит, вся наша квант-теория более летит к этому подходу? или все-таки с этим можно как-то справиться? или надо найти такую теорию, в которой этой расходимости нет? ну повторяю, что вот в эти годы, в сороковые годы прошлого века не было другой теории, была квантовая электродинамика поэтому вот как бы вот что было, то было и эти гиганты мысли напряглись и дали думать как же вот с этой проблемой справиться? ну, как бы не секрет, что они придумали, как с ней справиться вот об этом мы и будем говорить дальше но прежде чем научить вас справляться с этой задачей а справляться я с ней буду на завтрашней лекции я хочу на сегодняшней лекции примерно вам показать собственно, как можно глобально так оценить где эти проблемы, какие проблемы какова степень неприятностей, какая нас ожидает в каких теориях они есть, в каких теориях нет этих неприятностей как вообще можно разделить теорию в понимании всего этого вот это вот, казалось бы, такое утверждение, что можно сделать общее оно основано на очень простом принципе оно основано на размерном анализе потому что вот то, что я сейчас с вами делал оценивал вот эти степени, это, в общем-то, при реальном упражнении правда, я просто знаю, как ведут себя вершины и пропагаторы сколько степеней импульса они содержат оттуда я это знаю из правил феерина а правил феерина оттуда? из скалгренджана знание это общий свой скалгренджана можно заранее предвидеть, какие неприятности нас могут ожидать вот давайте попробуем, значит, у меня еще сколько? полчаса есть еще, да? или даже больше? нет, полчаса вот за эти полчаса я немножко пытаюсь отценить такие общие правила ну вот давайте так, представьте, что у нас есть какая-то диаграмма как она выглядит? вот там что-то внутри, какие-то диаграммы, какие-то линии и какие-то внешний мой для нее торчат вот мы сейчас с вами смотрим пропагатор у нее две ноги торчало, две частицы внутри бегают вершина, три ноги торчало и три линии бегают вот давайте вот, представим, что здесь какая-то общая теория у нее есть какие-то ноги, куда-то они торчат и есть сколько-то интегрирования каждую, значит, петля, которая возникает в диаграмме, это интегрирование значит, давайте мы оценим, как себя ведет сколько числителей импульсов, сколько знаменателей импульсов и чего в итоге получится вот это число, которое я, в этой диаграмме, вот так сказать, вот такое число, которое я буду вычислять я буду называть ОП омега от G, от английского слова трасс то есть это диаграмма, и будем его называть индексом диаграммы или цифра с 1, точнее говоря, вот как оно будет и набираться оттуда но представьте себе, что у меня в диаграмме есть 7 петель и каждая петля это интегрирование по импульсу а каждый импульс это D4K значит, я по числу импульсов, у меня 4 умножить на число петель в диаграмме ты в моем корректоре, что петля и независимые цифры и все какие возможны, оказывают? ну вот как, пример, вот у нас здесь была одна петля вот какая-то диаграмма содержит две независимых петли понятно, что такое независимых тетях, то есть тут можно много замкнутых цифров провести три как минимума, но только два это считается на них ну вот есть, два независимых импульса интегрирования вот число независимых интегрирования равно числу петель независимых Ну вот, значит, первый вклад такой. Это то, что стоит в числителе. Теперь давайте вспомним, что есть вершины. В этой теории есть какое-то количество вершин. А вершины бывают разные, смотрите. Вот в этой вершине никаких импульсов нет. А вот в этой вершине есть один импульс. А импульс это заинтегрированный дает свой вклад. А если бы я должен здесь написать сумму, ну сумму... Это не то, что не один импульс, а первая степень импульса. Первая степень импульса. Вот я должен написать сумму по всем импульсам. А здесь я напишу вот такую вещь. Дельта В. Под дельтой я буду понимать число в степени импульса вершины. Вот скажем, для этой вершины дельта равна 0. Вот для этой вершины дельта равна 1. Если бы там было 2 производных, тогда бы дельта равналась бы 2 в этой вершине. То есть то, что дает вклад в интегрирование. Вот в наших примерах у нас есть 0, 1, 0, 1 и 1. Вот четверная вершина, которую я не написал, здесь нет импульса, значит 0. Вот какого бы у меня взаимодействия ни было, я вам это для абстрактной теории пишу. Я считаю все вклады в каждой вершине и число импульсов в каждой вершине, которые мне пойдут в интегрирование. Наконец мне нужно просуммировать по пропагатору. Это будет суммирование по пропагатору, по линии, по внутренней линии. Потому что каждый пропагатор это единица, деленная на p квадрат. Но не обязательно единица на p квадрат, потому что мы видели, что, скажем, вот этот пропагатор единица на p квадрат, а это единица на p. Но я вот эту штуку всегда могу переписать так. Потому что p квадрат минус n квадрат, p зашляпы плюс n. Поэтому двойка-то будет присутствовать всегда, а вот эта степень будет либо 0, либо 1. А может, двойка какая-то будет в какой-то теории. Есть такие теории, где и двоечка. Вот поэтому я здесь напишу так вот. Я здесь напишу r и минус 2. Вот эта 2, она будет у всех присутствовать. А вот эта будет присутствовать либо 0, либо 1, либо 2. Уж какая у меня теория будет. Вот вам всем понятно мое обозначение? Ну вот rl это то, что состоит в числителе. Вот пропагатор имеет в виду p квадрат на минус n квадрат и может быть что-то здесь. Это степень импульса в степени r. В шокулярной теории это равно нулю, потому что здесь есть единичка. В спинорной теории это равно единичке, потому что там стоит один импульс. Если бы там стало два импульса, я бы написал двойку. Это степень роста помимо вот этого общего для всех одинакового множества, или который я бы сюда минус 2 написал на каждую линию. А это у каждой линии может быть свое индивидуальное еще спинорная линия, векторная линия, там какая-то. Ну вот, и вот такую вещь я назовем либо к согласовательности с диаграммой е. В каком случае диаграмма будет расходиться? В случае, если вот эта штука будет больше или равна нулю. Я считаю счетлители импульса, знаменатели импульса. И если мне эта штука равна нулю, то это логарифмическая расходимость. Если она положительная, то это более высокая расходимость. Если обязательная, тогда диаграмма сходится. Ну, мы можем вот те конкретные примеры, что мы с вами смотрели. Ну, вспомним, мы смотрели вершины, да? У нас петля была одна, то есть пропагатор 4 умножался на 1. В вершин у нас было 2, но в вершинах производных не было. Поэтому здесь стояло 0. Вот эта диаграмма, да? Здесь стояло 0. И было два пропагатора. У одного RL равнялось 0, а у другого RL равнялось 1. Поэтому здесь стояло 1-2 и плюс 0-2. Ну и того, что получается? Получается единичка. У нас была расходимость в логарифмическом. Дело в том, что единичка как бы линейная расходимость. Просто из-за ковырянности не может быть линейной. А у нас не было. А у нас было расходимость. Мы считывали как бы M, а не P. Ну, при M, при M0, да, конечно. А при B там единичка. А при M давало логарифмическую расходимость. Конечно, конечно. А при B давало единичку, но единичка все равно логарифмическая, потому что ковырянные формы стоят. Если вы поставите обрезание в инфеграме, все равно получится логарифм. Но главное, что расходимость есть, положительность. Ну давайте посчитаем то же самое для вот этой диаграммы другой, которую мы считали, для вершины, да? Вот такой. Значит, у нас было 4 на 1, плюс 0 на 3, плюс 1 минус 2, плюс 1 минус 2, плюс 0 минус 2. Ну и, соответственно, получалось 0. Это была вершина. У нас была логарифмическая расходимость. Ну, понятно, что это общая формула. То, что мы считали, она, естественно, ей соответствует. Вот и такую вещь. Значит, для того, чтобы узнать, что расходится какая-то диаграмма или не расходится, я могу не заниматься вот так вот правилами феймена всякие выписывать, а вот как бы в уме иметь эти правила феймена, просто узнать, какие у меня вершины, какие у меня пропагаторы, и вот такую штуку считать. Но это, правда, еще не вся история. Может ведь как оказаться? В диаграмме, допустим, много интегрирований. По ДК-1, по ДК-2, по ДК-3, петель много. И может быть, что какой-то один сегмент себя так ведет, а все в целом ведет себя по-другому. Интеграл-то разный. Поэтому, вообще-то говоря, мне нужно, чтобы для каждого интегрирования, если я хочу, чтобы не было неприятностей, и нужно, чтобы для каждого интегрирования, вот эта штука оказалась бы отрицательной. То есть, не только для всего цикла, но и для каждого, если их несколько интегрировать. То есть, на самом деле, довольно муторная вещь все время это проверять. Вы должны нарисовать диаграмму, и для каждого куска отдельно эту штуку считать. Оказывается, это можно не делать. Оказывается, это все получается довольно легко, если поднимательнее посмотреть на Лагранжан. Для этого мы ведем еще одно понятие, которое я назову, значит, индексом вершины. Значит, индекс вершины, омега вершины. Это будет число произвольных в этой вершине, плюс число бозонных в этой вершине, плюс 3 вторых умножить по числу фермионов в этой вершине и минус 4. Вот такую я введу классификацию. Причем, вот это число бозонных в этой вершине это только внутренние линии. То есть, если какая-то есть вершина, у нее могут быть внешние ноги в диаграмме и внутренние. Ясно, что в интегрирование входит только внутренние. Поэтому я введу только число бозонов и число фермионов внутренние. Вот я введу такую понятию индекса вершины. Ну давайте посмотрим на наши вершины, какой индекс этих вершин у нас будет. Пусть, допустим, все ноги внутренние. Вот мы квантовые кардинамики смотрим. Вот такие удочки. Дельта равняется 0. Кисло бозонов равны 1. Кисло фермионов равно 2. Минус 4. Получилось, что эта величина равна 0. Вот вам пример, да? Вот такой. Вот я введу для любой вершины такое понятие, как индекс вершины. Ну вот для нашей вершины он оказался равным 0. А вообще, где он такой? Тогда отказывается, что я введу такое понятие, то можно переписать вот эту мою форму для индексы диаграммы. И это чем он будет? Оказывается, можно переписать это так. Индекс диаграммы Райк. Сумма по всем вершинам, где надо взять индексы вершины. Еще я здесь еще напишу такую слову, максимальный. Максимальный он состоит тогда, когда все ноги внутри. Вот если все внутренние, это будет максимальный. Ну вот мы только что этот 0 считали, это как раз для максимального. Вот надо взять по всем вершинам вот эту величину. И посчитать число внешних ног. Вот это число внешних базонных ног, а это число внешних фермионных ног. И вот эта величина равна вот этой. Заметьте, что число петели отсюда выпало, всякое выпало. Мне нужно знать индекс вершины, которые из пропагатка я могу посчитать. И знать число внешних ног. И тогда я могу посчитать степень расходов. Ну вот я только что посчитал электродинамику. И индекс вершины равен 0. Заметьте, как интересно. Минекс вершины равен 0. Значит, этого члена вообще нет. Значит, индекс расходимости диаграммы равен просто 4 минус числу 0. Значит, я могу забыть про всякие внутренние структуры, что там есть. И он только посчитает число 0. И я получаю сразу ответ. Вот мы с вами считали вот эту диаграмму. Сколько здесь 0? Здесь нет ни одной базонной внешней ноги, здесь есть 2 фермиона. Правильно? Значит, что я делаю? Это 0, это 0, это равно 2, минус 3, плюс 4, равно 1. У нас был 1, мы считаем, да? Берем вот эту диаграмму. Что у нас здесь возникает? У нас здесь одна базонная и 2 фермиона. Подставляем сюда. Этого нет, это 1, 3 вторых на двойку, плюс 4, 0. Вот алгоритмический расход. Значит, мы с вами можем забыть про всякие нам петли. Если у нас есть Лагренджан, мы сразу нашли, чему равно вот это. А дальше тоже смотрим только на ноги. Значит, степень расходимости зависит от данной теории, зависит только от того, сколько все эти кнопки там. Дима, не совсем. Скажем, 6-новые геограммы объедините до сходности и по графу. Правильно, правильно. Это я общее говорю. Я уже несколько говорил про то, что вообще говоря, внутри могут быть неприятности. То есть мне надо заручиться, что такая вообще родная неприятность будет и не только вот здесь, а внутри какой-то объект. И потом, конечно, когда я сказал про ноги, я это взял при случае, когда вот эта штука отрезка, ну, равно нулю, правда? Если бы индекс вершины не равнялся нулю, а, например, был положительный, то ясно, что чем больше вершин я взял, тем больше и больше этот индекс. И наоборот, если это охерцательно, чем больше вершин, тем меньше и тем меньше этот индекс. Значит, я, прежде всего, глядя на Лагренджан, я должен вот посмотреть, чему равен индекс вершины, и дальше от него уже начинать танцевать. Ну вот, как говорится, это еще тоже не конец всей истории. Значит, спрашивали, а как я, глядя на Лагренджан, могу, вот может быть, так вот очень просто и наглядно понять себя, чему равны все эти пары. Оказалось, что то, что я сейчас занимался вот этими подсчетами, это все не более как тривиальный размер, наверное. Надо просто считать правильную размерность. Потому что все это следует из-за размера. И вот сейчас, в оставшееся время, я хочу вот немножко поговорить про разницу. Ну давайте поговорим про размерности. Вспомним вот что. Вспомним, что мы любим работать в системе, когда постоянная планта равняется скорость света, равняется единице. Очень удобная система единиц. Чем она замечательна, что скорость света равна единице? Это замечательно тем, что длина и время это одно и то же. Да и масса. То есть у нас здесь имеется единственная размерная величина. Длина, она же обратная масса. И можно все в этой единственной размерной переменной оцеплять. Вот импульс имеет размерность массы, конечно. Ну и сама масса имеет размерность массы. А вот производная там, это Dpdx, она тоже имеет размерность массы. А сам x имеет обратная на смассы. мы можем все выразить в простейшем единице вот интересно оценить, какова размерность полиции значит, у нас есть действие которое есть в интеграла d4x так? есть ли это размер? поверьте мне, в этих единицах значит, вот эта величина, вся в целом имеет размерность нулевой я хочу в массовых единицах рассуждать x имеет размерность массы в минус первой степени, это длина значит, d4x имеет размерность в минус 4 плюс размерность эгренжиана есть размерность действия но, поскольку размерность действия равна нулю то получаем, что размерность эгренжиана равна 4 четырехмена в простейшем давайте вспомним, как выглядит эгренжиана она не настаточна мы, например, здесь скаля на ухо я возьмем генетический член dmf2 это эгренжиана dm2 производная это импульс она имеет размерность единиц значит, двойка 2 производных плюс удвоенная размерность поля φ равняется 4 размерность эгренжиана значит, размерность поля φ отсюда равняется единице теперь давайте возьмем генетический член теперь давайте возьмем спинорные поля c и dc здесь 1 не будет значит, 1 плюс угольная размерность c равняется 4 размерность c размерность кинетического слепого из кинетических членов Теперь мы можем с вами посмотреть, как ведут себя взаимодействия этих полей Как мы будем оценивать? Вот, допустим, у нас здесь взаимодействие. А как строится взаимодействие? Это какая-то константа сверху. Умножить на какое-то количество полей. У нас один, два, три поля, четыре поля. Нет, два поля не взаимодействия. Три поля, четыре поля. Значит, у нас здесь какое-то произведение полей. Ну и вообще говоря, там еще могут стоять вершины. Вершины могут стоять производства. Какое-то количество импульсов в этом могут стоять, данной вершины. Значит, давайте тогда попробуем, и все это вместе, это лагеринжа. Значит, че-тили, это полная размерность, должна равняться размерности константы связи. Плюс бозонные поля. Каждое бозонное поле имеет размерность один. Правильно? Значит, сколько только бозонных полей есть, здесь будет стоять число бозонных полей. Каждая из них дает нам единицу свой вклад. Плюс стоят фермионные поля. А фермионные поля имеют размерность 3 в 2. Значит, каждая фермионная поля даст план 3 в 2. Правильно? А кроме этого, в вершине могут стоять еще производные. И каждая производная имеет индекс единичку по массе. Так что здесь будет стоять число производных. И все это вместе должно равняться 4. Значит, размерность константы связи, которая там стоит, мы можем оценить. Константы связи равняется 4 минус вельта В, минус В, минус В, минус 3 вторых В. Сравниваем эту формулу с вот этой. И мы обнаруживаем, что размерность константы связи это со знаком минус индекс вот этой самой вершины. Значит, чем замечательный индекс вершины? Что он входит вот сюда? Значит, если индекс вершины равен к U, а на языке константы связи это означает, что константы связи безразмерна, то давайте сколько отсюда выпадает, и все, что нас интересует, зависит только от внешних ног. Для каждого диалога. Если же индекс вершины у нас положителен, а это значит, что размерность константы связи отрицательна, тогда каждая новая вершина будет все ухудшать и ухудшать и ухудшать ситуацию. Если индекс вершины отрицателя, то есть размерность константы связи положительна, то значит, чем больше вершин, тем лучше и лучше будет. И рано или поздно сердце сходится все и кратит. Значит, тем самым у нас возникла с вами классификация. Классификация, которую можно вести по размерности константы связи 2G. Если размерность константы связи больше нуля, значит индекс вершины меньше нуля, значит расходящееся диаграмм может быть конечным, потому что чем больше вершин мы добавляем, тем лучше и лучше все будет сходиться. Значит, либо вообще все будет сходиться, если мы сюда в ту форму подставим, либо их конечное число. Вот пример, дать ли я фигуку? Да, да. Значит, вот я здесь напишу. Конечное число бесконечности. И это конечное число может оказаться равно и нулю, там и единицы, и там десятки, но оно конечное. Значит, если оно равно нулю, то тогда ответ зависит только от внешних ног. И тогда не важно, сколько там внутренних линий. Поэтому число таких диаграмм бесконечно. Все зависит только от внешних ног. Если с двумя ногами диаграмма расходится, 2 петли внутри, 3 петли, 10 петли, она все будет расходиться. Но заметьте, что если, допустим, с двумя ногами диаграмма расходится, то с двадцатью ногами она уже будет сходиться. Поэтому здесь возникает конечное число, я называю это типом бесконечности Типом в том смысле, сколько внешних ног Двухвостки и трехвостки расходятся, пятихвостки сколько А сколько внутри петель не важно И наконец, если же меньше нуля или, соответственно, омега и вершины больше нуля То сколько бы внешних ног не было, мы добавим еще парочку вершин И ситуация будет опять хуже и хуже То есть здесь бесконечное число бесконечности Ну вот, тем самым классификация вот такая возникла И мы можем уже в последнюю минуту, давайте посмотрим на наше взаимодействие с этой точки зрения Вот мы здесь написали эти взаимодействия Посмотрим, к какому же классу относятся наши взаимодействия Про то, что мы здесь написали Значит, у нас с вами есть какие взаимодействия Скалярного поля с калибровочным полем Вектор спинорного поля с калибровочным полем И калибровочного поля с самим собой И еще есть взаимодействие калибровочного поля с гостовским полем Но поскольку гостовское поле это как бы другая по статье калибровочного поля то константная связь там та же самая. Поэтому ее мы можем отдельно не смотреть. Значит, мы будем смотреть на взаимодействие скалярного поля, спинурного и калибровочного с самим собой. Ну, давайте посчитаем размеры с константой связи. Значит, формула объекта осталась. Вот эта формула. Значит, смотрим на скалярные ситуации сначала. 4 минус количество производных в вершине, а количество производных равно 2 в этой тройной вершине. Кстати, у скаляра еще четверная вершина, можно на нее посмотреть. Я сейчас про тройную. Минус единичка, число базонных линий равно 3, а число фермионных равно 0. Значит, получается 0. Значит, безразмерные константы связи мы попадаем в промежуточный корс. Четверную вершину возьмем скалярную. 4 минус 0 минус 4 минус 0 равно 0. Значит, число производных, число базонов, число фермионов. Ну, очевидно, это та же констанция связи, только по квадрате. Просто я вам показываю, что как ни считай, получится то же самое. Возьмем спинорное взаимодействие. 4, производных 0, базонов 0, фермионов 3 вторых, на что там? А, нет, базонов не 0, извините, базон 1. Где у меня базон 1, фермионов 2. Получается 0. Константа безразмерная. Калибровочные поля. Калибровочные поля. Тройная вершина. 4 минус число производных 1, минус 3 базона, минус 0 фермионов. Получается 0. Значит так, четверная вершина 4, минус 0, минус 4, минус 0, равняется 0. То есть все взаимодействия, которые мы с вами написали, все имеют нулевую размерность константной связи, и все они попадают в этот класс. Значит, расходимости там есть, их бесконечное число, но количество типов, расходимости и количества. Вот, по крайней мере, мы знаем, с чем нам базоваться. Давайте просто буквально в последнюю секунду я еще напомню вам, что бывает взаимодействие и не калибровочного типа. Поля материи могут напрямую взаимодействовать друг с другом. Какие взаимодействия мы могли бы написать? Ну давайте тогда отвлечемся от калибровочной нурядности, потому что их можно написать и калибровочным нурядным образом, и калибровочной нурядным образом. Мы просто вспомним, какие половые взаимодействия можно написать взаимодействие. Ну а вершиной из скалярного поля можно делать чего угодно. Можно писать Си и К, можно писать Си и Ч, можно писать Си и Шесть, как говорится, куда хватит. Можно писать заимодействие с производным. Из спинорных полей можно подходит спиртой взаимодействие Си-Си со скалянным полем, оно обычно называется юкафским взаимодействием. Можно подходит коопадное взаимодействие, четырехфермионное взаимодействие и т.д. Ну давайте так бегло оценим, какова размерность константной связи у всех этих случаях. Первый случай. Три поля. Значит, тройка 3. Значит, размерность константной связи 4, минус 0, минус 3, минус 0. Равно 1. Положительные константы связи в данном случае. Положительные. Это значит что? Это значит, что мы попадаем в этот класс. Конечное число расходящихся диаграмм. Если вы попробуете в теории фикуп эти диаграммы нарисовать, вы увидите, что в этой теории только одна диаграмма вообще. Это вот такая диаграмма. Все остальные диаграммы, которые вы нарисуете в этой теории, будут сходиться. Поэтому если нам надо бороться с этой проблемой, надо бороться только с одной диаграммой. Если вы найдете способ ее убить, то все будет хорошо. Теперь давайте на фи 4 посмотрим. Ну, здесь понятно. Такой счет. 4, минус 0, минус 1, минус 0, а разница 0. Теория фи 4 относится к тому же самому классу безразмерной константы связи. Возьмем шестерку. Значит, каковы насчет? 4, минус 0, минус 6, минус 0, равняйте минус 2. Значит, здесь константы минус 2. Минус 2 – это вот этот нехороший класс. Бесконечное число бесконечности. Ну, на эти два еще посмотрим. Значит, здесь считаем 4, минус 0, число производных, минус число базанов 1, минус 3 вторых – это 2. Получается 0. Значит, взаимодействие юкавского типа, вот такое, все фи, относятся к этому среднему классу. Ну, четырех фирмионов еще походка. Значит, 4, минус 0, число производных, минус 0, число базанов, минус 3 вторых, минус 4, число фирмионов, и получается минус 2. Значит, это тоже взаимодействие относится к нехорошему бесконечному фирмиону. Для этих трех классов взаимодействий существует терминология. Вот эти теории, которые находятся в середине, называются перенормируемыми. Теории, которые находятся наверху, называются неперенормируемыми. А вот такие теории называются суперперенормировыми. А вопрос, которые перенормированы. Что, для всех теорий это касается перенормирования, перенормированные теории? Значит, вот, сейчас скажу. Значит, дело вот сейчас. Если я буду говорить о теориях, о которых я описал, то вообще говоря, вот такой тривиальный анализ, как бы не требует даже и доказательств этой перенормированности. Вот этого тривиального анализа следует их перенормированность. Я вам на следующей лекции буду показывать, как, собственно, эту перенормированность осуществляется. Но бывают проблемы, которые связаны с тем, что некоторые теории, которые формально ведут себя, может быть, так, а на самом деле ведут себя по-другому. Вот такой пример, важнейший совершенно пример, состоит в калибровочной теории, где калибровочные поля приобретают массу за счет эффекта наружения симметрии. Которые формально, как бы, относятся к не перенормированному классу, а на самом деле, можно доказать, что он, тем не менее, относится к перенормированному классу. На чем вообще спотыкается в этих теориях вот этот наивный анализ? Он действительно спотыкается на одном месте, и вот это надо доказывать, и это доказывать. Просто вопрос такой, что вы считали формальность и не расходимость? Она совпадает и с неформальностью. Я бы по мотору, что называется, посчитал. Более аккуратное вычисление ничего, как показывают, не меняют. Вот как я посчитал, как они расходятся, так они и расходятся. И поэтому, если это все относится к перенормированному классу, оно так и относится. Но бывают случаи исключительные. Вот калибровочная теория с массой как раз относится к исключительному случаю. И давайте в прошлый раз об этом нашла речь, я немножко занял науше время, и скажу, в чем исключительность. И в этом состоит некая непривязнительная в этой теории. Значит, в чем она состоит? Если я введу векторное поле, не калибровочное поле, а просто векторное поле, и напишу для него Лаберинджиан. То Лаберинджиан я могу написать, вообще говоря, в том же самом виде, минус одна квадратная в квадрате. Допустим, Абелеву или не Абелеву, не важно. Но я еще, если введу в калибровочное поле, вообще говоря, могу написать и слез с массой. Минус одна квадратная в квадрате. Вы видите, вот этот кусочек Лаберинджиани, он не калибровочный вариант. Потому что поле АНЮ преобразуется как АНЮ плюс третью А. И поэтому этот кусочек не инвариантный. И он привел меня к тому, что я потерял калибровочную инвариантность. У этого поля появилась продольная компонентка, у него теперь три степени поляризации. Я напишу тогда пропагатор этого поля, он будет выглядеть так. Пропагатор поля массива с ипусом М, он выглядит так. Ипусом на И, G меню, где здесь не патратная в квадратная в квадратную, а здесь стоит G меню, минус, P меню, P меню на М2. Вот как выглядит пропагатор этого поля. Он очень похож на пропагатор калибровочного поля, только калибровочному полю в этом месте стоит П квадрат, а в этом месте стоит 0. А здесь стоит P квадрат, так вообще коэффициент вот этот, он еще зависит от калибровки. В данном случае никакой калибровки нету, калибровочной инвариантности нету. Здесь стоит M квадрат, здесь стоит вот так. И если вы посчитаете, как ведет себя этот пропагатор, вот с тех обозначениях, что я возьму, и от M, здесь объединяется 2. Потому что при больших P этот пропагатор вообще не убывает. У него P квадрат внизу и P квадрат наверху. И это приводит к тому, что во всех формулах, где у меня встречаются внутри линии этого векторного поля, у меня степень расходимости будет нарастать. И чем больше этих линий я добавил, тем хуже и хуже начинает вести себя интеграм, и у меня все, как говорится, начинает жутким образом расходиться. И вроде бы, если я вел такое поле, несмотря на то, что у меня есть безразмерное взаимодействие, вот мой анализ, который я писал, он относился к тому, что я вот это RL сюда положил, равное нулю или единице, а здесь вот это RL равно другу. Вот тот мой анализ был для того справедлив. А вот здесь все становится очень плохим и нехорошим. И такая теория векторного поля с массой относится к классу не перенормированной. Хотя константы связи безразмерны. Так вот, оказалось, что в современной теории слабых взаимодействий, которая основана на калибровочных полях с массой, трюк состоит в том, что там умудрились ввести массу для векторного поля, не вводя такого числа. И пропагата там выглядит вот так. Как хитро заметили. Здесь стоит b2, а здесь по-прежнему стоит m2. И эта теория оказывается корринальной. И вот нетривиальность этого факта требует, конечно, доказательства. Ну и как утверждает нэдринский фольклор, за этот кофту и дали нэдринскую путь. Ну, это уже нетривиальность. Но вот эта нетривиальность связана именно с этим фактом. А вот как-то общий тот анализ, о котором я говорил, он как бы доказательства не требует. И вот единственное, к чему мы пришли, что мы расплантифицировали все взаимодействия на три класса. И как я вам говорю, в одном из классов расходимость там либо одна диаграмма, либо две. Так что мы как бы даже всерьез это не рассматриваем. Второй класс, где расходимости бесконечное число, но это число типов расходимости конечных. Вот с этими расходимостями мы умеем справляться. Благодаря классикам науки об этом я буду рассказывать завтра, как мы с ними будем справиться. А третий класс, где бесконечное число бесконечности, и мы с ним справляться не умеем, и как бы вот поэтому предпочитаем такие взаимодействия и не употрём. Все на сегодня. Спасибо. 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 Спасибо.